Приветствую всех на канале Корейская Кухня Проще Простого. Сегодня готовим пончанье сазана с белокочанной капустой. Что нам для этого понадобится? Филе сазана, белокочанная капуста, острый красный перец, чеснок, соль, молотый черный перец и молотый кориандр. Филе сазана нарезаем на кусочки по 5 сантиметров шириной 1,5-2 сантиметра. В нарезанную рыбу кладем 2 полные столовые ложки соли. Перемешиваем, утрамбовываем, оставляем на 1 час просолиться. Белокочанную капусту нарезаем крупными квадратами. Капусту разъединяем на пластинке. Насыпаем в нее 2 полные столовые ложки соли. Перемешиваем, так же как и рыбу оставляем на 1 час для просолки. За этот час капусту нужно будет один или два раза перемешать. Капуста просолилась, теперь ее нужно как можно сильнее отжать. Рыба просолилась, выделившуюся жидкость сливаем. Теперь соединяем в одном тазу капусту и рыбу. Выдавливаем в рыбу с капустой весь чеснок. Добавляем 1 полную столовую ложку молотого кориандра, 1 столовую ложку без верха черного перца и 6 столовых ложек острого красного перца. У меня красный перец полуострый, вы можете взять острый перец наполовину с паприкой или 90 процентов острого перца. Все тщательно перемешиваем. Чтобы панчани был вкусным, в нем обязательно должна присутствовать острота. Теперь перекладываем панчани в контейнер. Теперь утрамбовываем панчани в контейнере так, чтобы вся рыба была закрыта капустой. Сверху обязательно встанет гнет. Примерно на 5-6 часов. Через 5-6 часов гнет убираем. Теперь оставляем контейнер с панчани при комнатной температуре на 3-4 дня, затем еще в прохладном месте на 2-3 дня до полной ферментации. Вот такое панчани должно получиться после полной ферментации. Готовность панчани определяем по рыбе. Мякоть рыбы из полупрозрачной должна стать матовой. Мясо плотное и матовое.